Начало года многие японские компании отметили обновление модельных рядов. Например, Nissan вновь освежил внешность своего спорткара-долгожителя GTR. Изменились передние и задние бамперы, а также антикрыло на крышке багажника. При желании в чертах обновленной версии можно увидеть отсылки к модели Skyline GTR в кузове R34. Помимо эстетического эффекта, новые детали улучшили аэродинамику машины и увеличили прижимную силу. При этом других значимых нововведений нет. Под капотом по-прежнему шестицилиндровый турбомотор, который развивает 570 лошадиных сил в стандартной версии и 600 в исполнении Nismo. Базовые машины поступят в продажу весной, Nismo придется подождать до лета. Напомним, что ниссановский суперкар сходит с конвейера удивительно долго. Производство началось еще в 2007 году. Марка Mitsubishi выступила чуть менее ярко, несмотря на подходящий повод. 55-летие модели Delica, любимой многими поклонниками бездорожья. По такому случаю компания показала Delica Mini, хотя назвать эту машину новинкой сложно, ведь перед нами слегка перелицованный K-Car и K-X-Space. Как и полагается K-Car, автомобиль очень компактный. 3 метра 40 сантиметров в длину и меньше полутора метров в ширину. В движение его приводит скромный 670-кубовый моторчик мощностью 52 или 64 лошадиные силы. Более мощная версия снабжена турбиной, но самое обидное, что полный привод доступен только за доплату. И это на автомобиле с гордым именем Delica. В линейке Suzuki появился новый компактный кроссовер под названием Fronks. Технически это близкий родственник хэтчбека Suzuki Balena. У них даже интерьеры почти одинаковые. А вот с габаритами вышло забавно. Кроссовер хоть и незначительно, но больше размерами. Однако при этом багажник у него меньше. Пусть и на ничего не значащие 10 литров. Выбор моторов невелик. Либо 90-сильный атмосферник 1.2, либо литровый турбированный 100-сильный трехцилиндровый двигатель. Привод только и исключительно на переднюю ось. Так что на бездорожье чудес ждать не стоит. Выпускать Fronks будут на индийском заводе. Там же машины поступят в продажу в первую очередь. Чуть позже кроссоверы появятся в Африке и Южной Америке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова